Ассаламу алейкум, приветствую всех, дорогие друзья. Это видео я записываю. Я Асланды Кабадарев, вице-президент МСА. Он остался разочарован уровнем этого поединка. Я понимаю, почему он разочарован. Даже я с его разочарованиями спорить не буду. Я оставил, пропустил, понял, он расстроился, у меня что-то там не получилось в последнем бою. Какое место ты поставил Исмаилова в вашем рейтинге? Во вторую половину топ-десятки. Но после он продолжает как бы муссорить эту тему. А Сандек, брат, ты прям замуссорил эту тему, поэтому вот я продолжу ее немножечко муссорить. Исмаилов, с кем подрался в лиге ACA? Я побеждал Василевского, Тролова, Емельяненко и Штыркова в ACA. Всех тех бойцов, которых мне предлагала лига. Есть Емельяненко, которого Тарасов через руку даже доставал. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Емельяненко, который был тогда, и сейчас это два разных Емельяненко. Тогда Емельяненко в Ахмате готовился, он не мог быть неподготовленным. В Ахмате тренируются ребята, они не могут быть неподготовленными, они очень хорошо подходят к вопросу. Меня никто не сможет увидеть, что человек поехал в Ахмат готовиться и плохо был готов. Он был готов очень хорошо. Сейчас то, что мы видим, да, с Антосом и так далее, это уже немножечко иной Емельяненко. После меня это другой Емельяненко. Боец после поражения мне, как его продолжалась карьера, это уже не имеет значения. Например, Конор нокаутировал Жозе Альдо, да, в первом раунде. После Жозе Альдо достаточно много проигрывал. Достаточно много. Мы же не говорим, он мешка выиграл. Мы понимаем, что до этого противостояния у Альдо было 10 лет без поражений и множество защитников. Мы только на это смотрим. То есть сказать, ну кто там выиграл, Фролов там. У Артема Фролова помимо Исмаилова сколько поражений в Леге? А что ты так принижаешь Фролова за студию? Фролов очень крутой боец, отличный, очень крутой боец. И те поединки, о которых ты говоришь, что он проиграл, там были в равной складке. Очень близкие поединки были. Вот супер близкие поединки. То есть там даже какие-то можно было отнести к сомнительному решению. То есть когда вынести не в его пользу. Иван Штырков. Окей, что Штырков сейчас делает в ИСЕ? Как он себя сейчас проявляет в ИСЕ? Окей. Или ты сейчас скажешь, он был не такой в бою с Магомедом? Кажется, что Иван Штырков просто довольствовался тем, что находился в клетке. Так, смотрю на взрыв, многие могут быть не такими. То есть я должен был четвертый бой провести на 84 килограмма. Лига мне позвонила, я сказала, Штырков есть, но на 93. Но это другая весовая была. Этот парень на 93 за всю свою карьеру ни один бой еще не проиграл. Ни один бой, мы не говорим 84, где он там сгонял, перегонял, все на мотор. На 93 килограмма он не проиграл ни одного боя за всю свою карьеру. И как это получается? То есть он сейчас в топах, да, получается, в СССР, а я там и в пятерку не залезал. Подожди. Окей. С названием средневеса, который залез в стоке, то есть в тяжах подрался с хорошим, подготовленным бойцом. С хорошо подготовленным бойцом в тяжах подрался, потом подрался в 93, потом два боя провел в 84, принимал все, что предлагает ему лига безотказно. Кто, назови мне, какой, кто из них, кто из средневесов там вот так двигается? Каким образом я получил премию «Боец года» в Лиге СССР? Каким образом? Если у меня были там неконкурентные противостояния, все были слабые и так далее, тому подобное. Я хочу сказать, что ты слишком занижаешь, пытаешься принизить мои заслуги, при этом других бойцов, которые все еще подписаны в СССР, да, там, Фролов, там, Штырков, там. Разве в СССР слабый матчмейкинг и вы не можете подписать в Лигу хороших бойцов? Это исходя из твоих слов так получается, а не из моих. Это ты так говоришь. Поэтому не стоит мусолить эту тему, раз я ее пропустил один раз мимо ушей, раз я сказал, окей, Асландек расстроился, пропустил. Не надо мусолить. Ты, наверное, думаешь, ты правильные вещи говоришь. Но на самом деле ты, по сути, как вице-президент, ты немножечко закапываешь себя, получается. Закапываешь Лигу, получается. А я считаю, что СССР лучшей Лигой. Лучшей Лигой в России я дрался в лучшей Лиге с лучшими бойцами, я считаю, которых мне предлагала Лига. Я дрался в главных боях вечера. На СССР собирал достаточно большую публику, собирал просмотры. То есть мои противостояния в Ютубе собирали большее количество просмотров. Так и вы были во мне очень-очень заинтересованы. Как и я был заинтересован в сотрудничестве с СССР. Поэтому не нужно залазить в эту тему, не нужно это усолить, ослабить. То есть мы будем усолить эту тему, ты в минусе останешься. Поэтому давай не будем усолить. Просто оставим, как я, если ты расстроился, что у меня в Пайканте что-то не получилось. Я понимаю тебя, но это никак не отражается на СССР. Поэтому исходи из этого. Давай не будем принижать заслуги друг друга. Исходя из чего ты вообще начал вот так? Зачем? Прекрати, ну неприятно. Неприятно, не хочу я вот это все раскидывать, знаешь. Ставить тебя в неудобные позиции, положения. Интернет, это же моя территория, я же предупреждал. Туда лучше я... Там я опасен, в интернете я опасен, чем в клетке. Поэтому, Ассамбек, благ тебе и твоей семье. Ассаляму алейкум, всем вам благ. Ассаляму алейкум.